Убийство жительницы селения Чермен вызвало широкий общественный резонанс. Преступление было совершено в апреле текущего года. Стелла Уртаева работала в службе такси и в злополучную ночь стала жертвой уроженца Чечни, которого подвозила домой. Трагедия потрясла и жителей соседней республики. Делегация из Чечни приехала в нашу республику, чтобы попросить прощения за содеянное их земляком. Подробности в репортаже Николаса Джоева. Просим за того человека, который совершил это преступление, чтобы вы нас простили. Чтобы вы нас простили. Не чтобы его простили, а чтобы вы нас простили. Убийство женщины вызвало большой общественный резонанс в обеих республиках. Делегация из Чечни приехала в Северную Осетию просить прощения за содеянное их земляком. Осетинский народ, он всегда был кавказским народом, мужественным народом. Сегодня мы прошли примирение, что этот род простит невиновных людей в этом убийстве. А тот человек, который был причастен к этому грязному, этому нечеловеческому делу, он по всей строгости понесет свое наказание. Как должен понести даже еще строже будет наказание из-за того, что такой поступок мог вызвать хаос, вызвать беспорядки между двумя братскими народами. Поэтому еще раз искренне прошу извинения, прошу принять наши слова соболезнования. По поручению главы республики Рамзана Ахмадовича от него лично выразить чувство соболезнования, чувство слова соболезнования и сочувствия. Стелла Уртаева работала в фирме такси. Она одна воспитывала троих детей. Отец Стеллы со слезами на глазах вспоминает тот злополучный день. Моя дочь не имела к Чечне никакого отношения. Не то, что знакомство личное, но к Чечне вообще. Она работала в таксопарке. Она была человеком доверчивым. Она никогда, если бы она знала, что есть такие злые люди, она, может, и не поехала. Но она верила в людей как в саму себя. Она его ждала 40 минут, сейчас, говорит, вынесу деньги, а он зашел, вынес нож. Вот и вся наша отца. Мы целый день звонили, уже трубку поднимал. Семья испытывала финансовые трудности, рассказывают соседи. Мать троих детей была вынуждена работать в фирме такси, была диспетчером, а в свободное время сама собила здоровье. Второй автовокзал из Кавказа. Здесь всегда стоят такси с трафаретами Чечня Грозный. Стоимость поездки 2000 рублей. По этому же маршруту в ночь на 21 апреля отправила Стелла Уртаева. Назад ей уже не суждено было вернуться. Дети, которые остались без матери, сейчас находятся у сестры погибшей. Воспитывать их придется ей. Без помощи детей не оставят, обещав Духовном управлении мусульман Северной Осетии. Помочь этим детям, материальным, не знаю в каком виде, но им надо помочь, чтобы они достойно продолжали жизнь. Вот этот момент мы оговорили, он был принят, внимательно выслушан был. И нам было сказано, что мне лично через несколько дней будет доложено, как этот вопрос будет решаться и кто его будет решать, кем будет. Стороны сошлись во мнении, что это страшное преступление не должно иметь межнационального оттенка. Следствие по уголовному делу продолжается. Николас Чуев, Ибергим Чучев, Новости Осетии.